Начинаем. Контрольная закупка учебников проведена. Я скупила самые хайповые сборники для подготовки и сегодня готова рассказать обо всех плюсах и минусах этих книжечек. Итак, начнем мы с новенького учебника. Хочу рассказать о нем больше всего. Это сборник Шеремянкины, Шамсудинова и Стоколос. Это ребята из РГУ Нефти и Газа и Стоколос Ольга Анатольевна, это преподавательница, у которой я училась. Это не реклама этого учебника, просто я была удивлена, что наша РГУ Нефти и Газа сделала учебник для подготовки к ЕГЭ. Во-первых, когда я его открыла, я подумала, если честно, что я читаю свои конспекты по органической химии, потому что по структуре действительно очень похоже. И вот уровень четко в ЕГЭ чуть-чуть, возможно, повыше, но не критично. Сборник большой, и помимо того, что сюда входит теория, здесь есть еще и варианты. То есть здесь в целом на обложке написано теоретические основы химии, общая химия, основы неорганики, химия элементов, органика, методы познания в химии, более 700 тренировочных заданий, это те, которые идут после блоков теории, и 15 вариантов ЕГЭ 23 года и их решения. То есть сама книга вышла в 23 году, но, соответственно, варианты здесь 23 года. Просмотрев, я сделала себе несколько заметочек. Здесь написано, что это пушка, потому что действительно мне очень понравился этот сборник. Я не скажу, что он идеальный, потому что идеальных сборников нет, но по структуре, так как я в целом очень дотошная, здесь я почти не нашла до чего докопаться. Да, возможно, хотелось бы в каких-то моментах побольше примеров, но органика здесь действительно хорошая. И если вот так вот вам можно показать, да, то есть здесь достаточно много реакций есть, вот, и написаны условия протекания реакции, и катализаторы есть. В общем, к этой книжечке точно нужно присмотреться, но есть один минус, но она адски дорогая, то есть это прям очень дорого для сборника. Он стоит в Читай-городе 1600 рублей, но это очень дорого. То есть есть сборники, которые подешевле, действительно, они тоже хорошие, но 1600 это, конечно, вообще как крыло от самолета, но сам он большой. Здесь всего, ну, наверное, страниц 800, я думаю, что-то такое, сейчас я примерно скажу. Ну, 750 страниц, да, вот как я примерно и прикинула. Хороший, классный, но не бюджетный, то есть он вообще не бюджетный. Следующий сборник, о котором мы поговорим, это сборник Рублевского. Не очень я была знакома с этим автором, но в последние годы мне все чаще про него писали ученики. Тоже большой сборник, то есть он тоже очень такой вот объемный, прям обширный, и, ну, формата А5, то есть не А4, из заметочек. По стадийно расписанной реакции, особенно в органической химии, вот, честно, не встречала, чтобы кумольный способ получения фенола постадийно расписывали, но это очень круто, что здесь это есть. В целом многие реакции здесь расписаны постадийно. Для экзамена это не то, чтобы очень нужно, но для понимания это может помочь. Указано очень много условий протекания реакции, прям вот если реакция идет постадийно, какой тут катализатор, какая там температура, даже указаны выходы продуктов, то есть какой продукт в каком процентном соотношении образуется, если там, соответственно, есть смесь, то процентовки эти все указаны. Мне кажется, что борщ, то есть прямо очень много, это выше уровня экзамена, и это во многом может скорее дать вам неудобство, потому что вам будет казаться, что очень много нужно учить, но в целом, как дополнение к вашим каким-то занятиям, если хочется знать больше, если хочется знать глубже, можно, да, то здесь теория точно выше уровня ЕГЭ, особенно органика разбирается глубоко, процессы объясняются, в этом, конечно, есть плюс, классные картинки, очень хорошие картинки, темы тоже крутые, достаточно глубоко раскрывается, вот, например, энергия активации, да, то есть если в каких-то сборниках там, ну, два абзаца на эту энергию активации, когда рассказывают про катализаторы, то тут прям отдельно три страницы про энергию активации, две там страницы про катализаторы, то есть очень-очень подробно, действительно классно, но, ребята, если вы готовитесь самостоятельно, есть ощущение, что вот эта штука просто вас немножко запугает, потому что смотря на это как преподаватель, я вижу, что здесь, ой, как прикольно, что вот реакцию так хорошо расписали, ой, как классно, что тут в общем видео, вот тут так развернуто, но это я как преподаватель вижу, а если вы эту тему совсем не знаете и начинаете это все разбирать самостоятельно, то это выглядит немножко как кошмарский кошмар, вот, поэтому для тех, кто уже хорошо знает в химии, хочет еще прокачаться и как-то глубже, либо там где вы готовится, вот, я думаю, что это можно брать или к олимпиадам, это тоже можно брать, но для ЕГЭ как будто много, то есть с этого начинать точно я бы не советовала. Следующий нашумевший сборник, который, наверное, знают все, и я его еще знала, когда готовилась к ОГЭ даже, это сборник Егорова репетитор по химии, он есть в 57 миллионах изданиях, реально здесь очень много изданий, это достаточно позднее издание, которое я купила, это 65 издание, то есть 65 изданий было вот этого учебника, они переиздавали, постоянно меняли ошибки, но по структуре тут ничего не менялось, особо какие-то доклавы я бы не заметила, что добавлялись. Каков мой ответ? Хороший сборник, правда он очень хороший, если смотреть по тонкостям, открываем мои заметочки, про Егорова я написала много, потому что про этот учебник спрашивают очень часто. Во-первых, есть информация выше уровня ЕГЭ, это что касается общей химии, ее немного, но она имеется. Достаточно подробно и простым языком все написано, то есть возможны формулировки, когда среднюю соль называют нормальной солью, образуется кислая и нормальная соль. Ну как бы не очень химически, но для учеников понятно, то есть есть такие какие-то вопросики к формулировкам, но скорее всего они жертвуют этим химическим языком для того, чтобы читателю было ясно, все понятно. Здесь максимально все доступно, каких-то сложных формулировок, как в Кузакове, вы здесь не найдете, здесь вот все прям четко для вас, чтобы вы прочитали и поняли. Мало примеров. Вот ко всем сборникам, и к этому, и вот к этому, и вот к этому могу докопаться, ну донорно-акцепторный механизм реакции. Ну один пример показывают, один. На экзамене может встретиться соединение, и с комплексами может встретиться, и озоны, и соединение азота. Ну нет этого всего, да, то есть нет этих примеров, и в данном случае, конечно, недостаточно примеров тут, и примеров реакций, и примеров соединений, но хорошая химия элементов, здесь действительно есть достаточное количество реакций по химии элементов, отдельно по серии кислорода, это действительно хорошо, по структуре они тоже идут хорошо, то есть важные соединения раскрываются, поэтому в этом плане хороший очень сборник. Органика сухая, но есть изыски, то есть сама по себе органическая химия здесь ну прям очень-очень маленькая, но на цикл алканы там вроде что ли три странички как-то реагируют как алканы, а тут вот присоединяют, и немножко мне непонятно, если ученик не знает так глубоко алканы, не может себе сразу представить, как же там идет реакция с цикл алканами, ну сложновато в общем. Органика мне здесь никогда особо не нравилась, и она так, знаете, для повторения, то есть прочитать Егорова для повторения органики хорошо, разбирать через него органику, ну плохая идея, плохая. Я очень надеюсь, что они там, не знаю, к 65-му изданию уже подработают эту органику, но видим, она на них в том уровне, которым устраивает. Вот, есть прикольные схемы, есть прикольные таблички, вот классно они показывают некоторые реакции и некоторые классификации, какие-то изменения свойств хорошо показывают, прикольные, здесь они в этом плане были достаточно изобретательные, поэтому сборник Егорова я советую, особенно для химии элементов, потому что она здесь действительно неплохая, но я не скажу, что прочитав этот сборник, вы сдадите ЕГЭ на сотку, то есть скорее всего вы будете понимать химию нормально, и далее вам нужно будет к чему-то еще более такому тотальному переходить. Мастодонт сборников по химии, учебник, которым можно обороняться в подворотне, если у вас допы идут поздно вечером, это начало химии Кузьменко, но на самом деле здесь три автора, Кузьменко, Еремин, Попков, но почему-то все всегда говорят Кузьменко, ну ладно. Это МГУшные преподы, МГУшный учебник в целом, большой, он реально огроменный, его очень приятно читать, вот что-что, но здесь за качество вообще вот не докопаешься, и это учебник для поступающих в вузы, поэтому, естественно, здесь теория разбирается выше уровня ЕГЭ, и нет никакого упора на ЕГЭ, то есть это не учебник для подготовки к экзаменам, это просто учебник по химии, он очень хороший, он очень классный, и я бы его советовала, знаете, вот если есть время свободное перед первым курсом, я бы советовала его прочитать. Для подготовки к экзаменам здесь есть отдельные хорошие какие-то главы, и в целом, если здесь что-то написано, то это ближе к правде, чем все остальное, потому что преподы МГУшный учебник писали долго, и он очень давно пользуется популярностью и у преподавателей, и у студентов, которые проходят вступительные испытания в самом вузе, и когда я училась на химтехе, он мне на первом курсе очень-очень сильно помогал. Что касается здесь общей химии, она тут достаточно подробная и очень фундаментально расписана. Странно, конечно, что здесь особо не раскрыли тему квантовых чисел, ну не знаю, может не захотели, вот, но в целом здесь прям очень хорошо общая химия раскрыта, такие темы, как кристаллизация, химические связи, в целом кинетика, реакция, она здесь есть, и ее даже на первом курсе хватает, да, то есть энтропия, чего обычно в школьных учебниках нет, это здесь есть, но все-таки, друзья мои, это не ЕГЭ, но это помогает больше копнуть в химию, то есть здесь, если вы знаете конкретно, что у вас есть по кодификатору, какие темы вам надо учить, вы их можете открыть, да, например, там, химия элементов под группу углерода и кремния, вы откроете, прочитаете конкретно то, что нужно вам для экзамена, но какие-то главы про физико-химические процессы вы читать не будете, то есть весь этот учебник вот точно бесполезно читать, но он хороший, он классный, но, опять же, на любителя, если говорить, например, о моем подходе к преподаванию и моем подходе к созданию занятий, каких-то пособий, своих там конспектов, да, то у меня тут очень все структурируем, то есть пункт 1, пункт 2, там, под пункты А, Б, В, да, с точечками, не с точечками, со скобочками, и это все очень так вот структурировано, вот в Кузьменко вы такого не найдете, потому что он уже скорее приближен к вузовским учебникам, и здесь идет общее повествование, и по ходу повествования уже раскрываются какие-то примеры, поэтому учебник на любителя, но я его очень-очень люблю, действительно, но, скорее всего, он вам уже пригодится на курсе первом, но если надо что-то уточнить, то обычно мы идем к Кузьменко, потому что здесь всегда все четко пишется, вот. Сборник для подготовки от Хомченко, внимание, такая диковинка, с которой мы познакомились вчера, почему-то я не видела этого учебника никогда, обожаю Хомченко, особенно его задачник, о нем тоже расскажу, но вот такого я не видела, я посмотрела, думаю, общая химия, о, прикольно, наверное, вся эта книжка раскрывает общую химию, это прикольно для понимания, возьму, особо, то есть первые страницы посмотрела, полностью весь сборник не смотрела, анализировала уже дома, внимание, здесь не общая химия, здесь вся химия, и сам учебник предназначен для обучения студентов техникумов и колледжей на базе девяти классов, то есть девятый класс, заканчиваешь, ухочешь в колледже, там этот учебник берется, но я была в шоке от количества хорошей теории, я себе здесь записала, бомбическая общая химия, и она даже не то, чтобы применима для решения заданий ЕГЭ, она в целом очень хорошо написана для понимания химии, то есть для понимания вот этих вот процессов всех, протекания реакций, очень-очень классно она в этом плане написана, опять же, это учебник ближе к вузовскому, скорее, нежели к школьному, потому что здесь по структуре такое тоже общее повествование, с какими-то примерами, но очень хорошо написано, много примеров, это вообще-то я обожаю, когда мало примеров, для меня это боль, здесь примеров много, но я не знаю, честно, какое это по номеру уже издание, написано, что издавалось оно в двадцать первом году, но я обнаружила ошибки в степени окисления улова и свинца, я вот просто открыла табличку и думаю, а откуда там вот она отрицательна, то есть ли они металлы, непонятно, как бы как, что-то как будто недоработали, есть вопросы, но как бы ладно, вот, достаточно обширная здесь неорганика, действительно много написано, прям много, и про побочные подгруппы много написано, вот, поэтому может понравиться вам, если любите неорганику, а органика тут прям борщит, то есть выше уровня ЕГЭ однозначно, какие-то реакции, которые вообще на экзамене, то есть если у вас на экзамене спросят, реагируют они или нет, вы отвечаете, что они не реагируют, а в Хомченко они реагируют, потому что сильно выше уровня ЕГЭ, и этого даже Кузьменко нет, то есть прям борщнули здесь с органикой. Для кого бы я посоветовала этот учебник? Либо для тех, кто уже поступает в ВУЗ, либо для тех, кто хочет покопаться поглубже, и для подготовки к Олимпиадам, потому что здесь всякой жести достаточно, и очень-очень будет хорошо его прочитать тем, кто хочет понять основные процессы общей химии, и особенно это будет полезно на первом курсе химфака, химтеха, потому что это все начнется, вся вот эта кинетика реакций, метод атомных орбиталей, вот это все начнется, метамолекулярных орбиталей, вот это все начнется уже на первом курсе, вот, короче, не скажу, что прям вот для ЕГЭ прям очень-очень круто, но для общего понимания химии, для чего-то большего, для Олимпиад, да, классно. Возможно, какие-то реакции тут можно сверять, но после того, что я увидела в органике присоединение алкана к алкену, я у что-то засомневалась. И у нас на пороге вот такие вот два прекрасных сборника. Крышилович и Крышилович. Посмотрите, как они выглядят. Они внутри полностью одинаковые, поэтому меня развели на 800 суммарно рублей за эти два учебника. Я не поняла, в чем прикол, но я писала, когда я выбирала их, они по дизайну были разные внутри. Я подумала, что они разные, они выглядят абсолютно разными. Здесь автор Крышилович мостовых, а здесь просто Крышилович, и автор как бы спрятан. Ну ладно, вот, я написала сначала отзывик на вот этот, по-моему, да, на вот этот сборник. Потом открыла вот этот, и такая, ну что-то где-то я уже читала. Типа, оформление какое-то, и до этих двух столбиков я докопалась, да. А почему так похоже? Я вроде тоже видела. Я смотрю, они реально внутри одинаковые. Может быть, они как-то минимально отличаются, но нет, по ощущениям. По ощущениям не сильно они отличаются. Вот, сначала чисто вкусовщина. Я не люблю, когда теорию даю в два столбика. Я не понимаю, зачем, я не понимаю, как. Но вот есть сборники, где дают теорию в два столбика. На странице. Не нравится мне. Это чисто вкусовщина. Далее, что можем сказать про этот сборник? Это не сборник подготовки к ЕГЭ. Возможно, можно сказать, что это сборник подготовки к ЕГЭ. Но зачем тут тогда органика? Тоже непонятно. Написано, что это справочник и наглядный школьный курс, как написано тут, для подготовки к ЕГЭ. Но это очень-очень слабенько для подготовки к ЕГЭ. Действительно. Скорее, это общее развитие в школьном курсе, чтобы хорошо шарить в школе, получать хорошие оценки. То есть я бы, наверное, порекомендовала этот сборник ребятам, которые идут на золотую медаль и не сдают химию. И этого было бы, мне кажется, вполне достаточно для того, чтобы нормально заниматься в школе, все успевать, в целом все понимать. Очень общие формулировки, мало тонкостей, мало исключений. Даже те исключения, которые встречаются на УГЭ по химии, здесь, к сожалению, не учтены. Поэтому, ну, друзья мои, вообще вот это не советую. Прям максимально не советую. Очень красивая обложка, все очень классно. Я очень люблю сборники в мягком переплете. Очень все приятненько, так вот чинненько-благородненько, даже схемы какие-то красивые есть. Но, в общем и целом, если докапываться, ну, это сильно слабее, чем то, что мы обсуждали с вами ранее. Брать того же самого в Рублевского, здесь просто уход вообще в глубины бытия. Если брать вот от Губкинских, да, от Стоколос, то тут у нас вот четко по ЕГЭ, ни влево, ни вправо, ну, чуть-чуть, может, повыше, но в рамках ЕГЭ 23-го года. Но вот эта история, конечно, не дотягивает. И далее в наш хит-парад моих мыслей попадает Качкаров, химия в уравнениях реакций. Не наврали, реально в уравнениях реакций. Уравнений реакций куча, просто море. Ты открываешь, и здесь весь сборник состоит из списка реакций. Вот, прикольно. Наверное, если бы я училась сейчас в школе, и в нем попался этот сборник, он бы мне, скорее всего, понравился, чем... Более понравился, чем не понравился, потому что тут реально много реакций. И очень классно, что они расписывают везде условия протекания, прямо с температурами. Для экзамена это, конечно, не очень надо, но для понимания химии, для понимания процесса в целом надо. Вот. Нет объяснения в целом вообще особо, то есть тут текста минимальное количество, здесь текст описывает, ну, восстановительные свойства и 40 реакций вниз. Поэтому для понимания вряд ли будет достаточно именно вот текста, но реакций просто миллион. И, ну, объяснение связей в оксиде азота 4, это мое уважение. Вот. То есть какие-то такие тонкие моменты раскрывают. Сейчас посмотрим, что я тут писала. Вот. Досье на химиоэлементов. Да, действительно, этот учебник выглядит как досье на химиоэлементов, потому что тут просто поминутно расписали, кто с кем, когда прореагировал. А сухо, но по факту, как бы список реакций. Вот. Он есть. Не обманули, что на обложке написано, то внутри есть. Органика сухая, уход в какие-то дебри. Вот. Что я сказала по поводу органики. Уже не помню, почему я сказала какие-то дебри. А, я вспомнила, почему уход в какие-то дебри. Здесь углеводы копнули сильно глубже вообще, чем надо. Да и в целом есть некоторые странные реакции. И в эфирах сложных. Ну, короче, прям органика какая-то тут мутная. Они решили прям все вставить. Вот все, что можно вставить в типах реакций. Они все вставили. Но это как будто не очень надо. Но досье на химиоэлементов вообще, конечно, зачет. Мне очень нравится. Вот. Но качество книжки с ее ценой не соизмеримо вообще. Потому что учебник стоит 609 рублей. Но это очень-очень... Ну, блин, ну это правда дешевого качества сама бумага и обложка. Вот. Я учебник начала химии покупала, по-моему, за 1000 рублей в далеком 2018 году. И он у меня сохранился просто в идеальном состоянии. Потому что он хорошего качества. И как бы он сильно больше, чем этот. В общем, мои жлобские настроения здесь включаются. Ну и, так сказать, венец нашей коллекции. Это Доронькин. Доронькин. Его справочники всегда обсуждаются. И на них всегда обращают внимание. Они вызывают споры, конфликты, ругань, разводы, драки. Вот. Ну, что сказать? Ну, хороший справочник. Ну, не могу я сказать, что Доронькин плохой. Он хорошо пишет. Да, есть некоторый вот такой вот шлейф от него, что слишком сложные вещи дает. Ну, вот такой у него личный бренд. С этим надо мириться. Вот. По поводу конкретно его серии больших справочников для подготовки кега по химии. Они переиздавались. Какие-то более фиолетовые, какие-нибудь менее фиолетовые. Не суть. Здесь идет теория по всем блокам химии, плюс упражнения и ответы. Достаточно сухо написано, но по фактам. То есть, вот прям коротко. Какие-то свойства, реакции с тем-то, тем-то. Вот вам примеры. Идем дальше, да. То есть, никаких там разгольствований, разборов. Вот что будет, если там как-то с севера на запад летит птичка. Как реакция поменяется. Короче, такого ничего нет. Ну, в Рублевском это все есть. В этом сравнении, конечно, в Рублевский скорее объясняет, а что будет, если... А вот если мы еще вот так чуть-чуть подкрутим, то вообще по-другому будет. А здесь вот, что надо для ИГ, то вам какую-то такую реакцию написали. Вот. По фактам много написано. Он без разглагольствований. Он насыщенный. Здесь много текста, при этом много реакций. Но отхода вправо-влево для какого-то там большего общего развития нет. Вот четко только то, что надо. И непонятно, зачем задача здесь по практике. На самом деле, я не очень понимаю этого. Потому что после теоретических блоков, которые идут четко по ЕГЭ, и в целом это справочник для подготовки к ЕГЭ, идут задания формата вообще не ЕГЭ, и которые в целом никак даже не встретятся похожие. Вот это я не очень поняла. Ну, наверное, это для закрепления, но много как будто. Ну, то есть в такого типа учебниках, ну, 10 заданий на закрепление. Их тут 30 штук. Вот. Вторая часть заданий, кстати, прикольные, именно вот цепочки. Но тестовые задания, я не очень понимаю, зачем они тут такие нужны. Ну, как бы, вот такой вот прикольчик. Никогда в жизни не решал тестовые задания в таких учебниках. Вот. Потому что они не формата ЕГЭ. Возможно, когда-то станут делать форматы ЕГЭ. Такие задания. И последняя маленькая-маленькая книжечка от Новошинских. Это сборник переходных элементов и их соединений. Если вы его когда-нибудь, где-нибудь найдете, пожалуйста, его заберите себе вообще. Возможно, вам придется, не знаю, поехать на край света за этим сборником. Потому что я его очень давно в книжных не видела. Сама я его покупала у бабули на рынке где-то в Чистяковой рощи в Краснодаре. Я за ним охотилась очень долго. Возможно, его сейчас можно где-то заказать. Но это маленькая книжечка, в которой собраны химические свойства переходных элементов и их соединений. И здесь как раз-таки те реакции, которые считаются завальными на экзамене. Очень-очень вам поможет, особенно если вы хотите сдать ЕГЭ на сотку. То есть вне органики это прям самое must-have. Почему этот сборник лучше, чем общие сборники? Потому что если здесь разбирается химия элементов, химия D элементов, неважно, переходных элементов, она разбирается как часть большого сборника. И на нее не делается такой сильный упор. То есть она разбирается в общем формате, как и все остальные темы. Но вот это отдельная книжка именно на переходные элементы. Поэтому здесь никакие тонкости не заминаются. Здесь все четко написано. Поэтому здесь есть, конечно, реакции, которые вряд ли будут на экзамене. Но при этом здесь есть все. То есть если на экзамене будет что-то, чего здесь нет, мир схлопнется. Вот что касается переходных элементов, это прям must-have. Новошинский вообще в целом, это моя любовь, но они делают так школьные учебники. Что-то их сейчас убрали из федерального перечня, поэтому я очень грущу. Но Новошинский это вообще красота. И мы переходим к практическим сборникам. Начнем с практических сборников Доронькина, потому что их очень много выпускают. Они заполонили максимально эти полки. Там просто по 30-40 книжек сразу стоит. Вот у нас есть такой вот сборничек. Это именно задание высокого уровня сложности. То есть здесь весь сборник это только задание второй части. Не рекомендую покупать его в сентябре 10-го или даже в сентябре 11-го класса. Эта штука нужна в апреле-майе за два месяца до ЕГЭ. Когда вы уже думаете, что решили все, что только можно решить вообще в целом, и вас уже ничего не напугает, и Статград вас уже даже не бесит, можете взять этот сборник. Классный, крутой, моментами борщит, но если вы ко всему готовы, вас уже реально ничего не пугает, не страшит, вы знаете просто все, то берите, решайте. Классно здесь решение есть, и задания прикольные, и они идут по ходу усложнения, поэтому классненько советую апрель-май перед экзаменом за два месяца берите. Также у Доронькина есть тематические какие-то практические сборники. Вот есть сборник по органической химии, по неорганической химии, к сожалению, он у меня остался дома, но неважно. Есть отдельные тематические сборники, они очень хорошие, я их тоже очень рекомендую, потому что здесь четко по темам, причем в правильной хронологии изучения разбиты тесты. Тесты. Задание первой части, второй части, прикольно, все с ответами, достаточно подробно, цепочки хорошие, по уровню что. Ну борщит, ну это Доронькин, да, это будет выше обычного уровня, который вы решаете в Добротене. Но если вам нужно заботить какие-то отдельные конкретные темы, по органической химии, по неорганической химии, ну берите, берите, то есть если вы это будете решать, на экзамене вы все решите в целом, да, то есть тут много теории, правда много надо знать, чтобы это все решать, сложненькая практика, ну что, нормально, разберемся. То есть если вы по жести ботаете, то решаете Доронькина. Если вы вот только-только начали химию изучать там для ЕГЭ и особо даже, ну, УГЭ не сдавали очень плохие знания по химии, то Доронькина поберегите там на 11 класс, вот, но он прикольный, он классный. Сборник по тестам, который я купила от Врублевского, удивил меня, потому что теоретический сборник Врублевского меня вообще просто поверг в шок от того, какой он классно написанный и вообще его бы всем прочитать перед стартом учебного года в универе. Вот, в общем, что мы здесь откопали? Задание вообще не ЕГЭшного формата, я не знаю, может, они будущее читают и видят все, и на картах Торо разложили, что у нас на ЕГЭ будет в следующем году именно такая история, вот. Ну, во-первых, тут есть задания А части тестовые, которых нигде нет, потом какие-то задания Б части, какие-то расчеты по установкам, очень много скелетных формул, какие-то углы валентные определять, кому они нужны. Я, ну, короче, я не оценила прикола, очень много нестандартных заданий, где рисунок показан на основании, рисунка, сделайте выводы, что там изменяет окраску, какие там реактивы. Слушайте, прикольно, но мимо, вот вообще мимо ЕГЭ. Но, но, если вы готовитесь к Олимпиадам, и вам надо решать какие-то нестандартные задания, которые заставляют вас прям думать, и мозг немножко кипит и плавится, то мне кажется, что эта штука вам даже поможет. Но это не ЕГЭ, друзья мои, но это правда не ЕГЭ, это очень далеко в целом от экзамена. Как-то они прям борщнули. Причем здесь написано, что книга в первую очередь адресована тем учащимся, которые уже прошли полный курс подготовки. Вот, чтобы вы поняли, о чем я говорю. То есть этот сборник предназначен, чтобы повторить теорию перед ЕГЭ за два месяца. Там так прям написано в аннотации. Первое задание. Укажите неправильное прочтение формулы. Алюминий 2О3, серебро-хлор, NHО3, HNO3, Купру ООЖ дважды. Теперь реально задание на произношение. Ну, что-то мне кажется, немножко мем какой-то. Вот, в целом задание прикольное, но это не за два месяца до ЕГЭ. Это вот порешать, чтобы в химии разобраться, вспомнить, может, какие-то пробелы, мозг немножко разворошить, да, то есть вещь диковинная. Как она обитает, и почему она называется заключительный этап подготовки ЕГЭ, я не очень понимаю. Ну, как бы, у всех свои приколы. И два сборника по задачам, которые я не покупала, которые были у меня изначально очень давно. Это сборник Хомченко, сборник задач по химии. И это сборник Новошинских, тоже мои любимые конфеточки. Почему я советую решать эти сборники? Потому что здесь задачи очень хорошие для подготовки, как раз-таки для решения вот этих адских 34-х задач на экзамене. Что Новошинская, что Хомченко. Прекрасно, просто прекрасно. Я все это просто обожаю. Тут еще остались мои галочки из тех задач, которые я решала. Ну, прям вообще, ну, прямо красота. Вероятнее всего, здесь не будет задач каких-то новых, которые вот там на электроны появились или еще что-то. Но здесь, чуйка, хорошие задачи на вывод формулы, на вычисление по уравнению реакции, на выход продукта. В общем, здесь очень-очень такие прям хорошие добротные задачи. А в Хомченко задачи для плавильных мозгов, можно сказать. Потому что здесь 34-е задачи, которые есть, большие. Они расположены в таком порядке, что ты их сначала решаешь, начинаешь немножко вкатываться, все как бы вроде хорошо. А они расположены по мере увеличения сложности. И в какой-то момент ты доходишь до тех 34-х задач, которые, ну, прям заставляют немножко занервничать. Типа, почему у меня не получается, потому что там какие-то тонкости специально в этой задаче подобраны. Чтобы ты вспомнил какую-то редкую реакцию, все решил и рассчитал. И поэтому я очень-очень-очень советую вот этот сборник и вот этот сборник. Можно совместно решать, можно чередовать. Но для подготовки к вот типовым 34-м задачам очень-очень-очень помогает. Это научит в целом решать, это научит думать даже в самых экстренных адских ситуациях. И на самом деле, если вы прорешаете всего хомчинка, вы научитесь просто находить пути решения каких-то вот этих адских задач, которые новые попадаются на экзамене. Поэтому, если переживаете за то, что не сможете додуматься, решайте хомчинка. Не шаблонное мышление, не стандартное, старый сборник, вот, но очень-очень хороший. Ну и весь диковинный, который я прикупила, не знаю зачем, возможно, разыграю между своими учениками. Да и все эти учебники я, скорее всего, буду разыгрывать между своими учениками. Это сборник шпаргалок для химии. И я считаю, что вы можете сейчас написать в комментарии, готовились ли бы вы вот по этому сборнику к ЕГЭ. Потому что здесь есть реакции, ну реально, здесь есть определения хорошие, вот. Достаточно ли здесь объем информации? Ну не знаю, в целом достаточно объемно расписано. Химические свойства оксида марганца целую страницу занимают. Прикольно, прикольно, мем да и только. Пишите в комментарии, какие сборники для подготовки вы уже прикупили на этот учебный год. Ну а если вы не хотите сами выискивать теорию и практику, то всех жду на своем годовом курсе подготовки к ЕГЭ в 10 классе. Там и теория отобранная, и практика классная. Подробности будут по ссылке в описании. На этом у меня все. Надеюсь, обзор учебников был для вас максимально полезен. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. С вами была я, Татьяна Граева. До новых встреч и пока-пока.